И еще одно ЧП произошло в центре Киева накануне вечером. На улице Шатар-Уставелли возле синагоги Бродского застрелили мужчину. Все случилось примерно в 23.00. Медики приехали быстро, но спасти человека не смогли. Прибывшие оперативники нашли на асфальте мужчину с огнестрельным ранениями. Первая информация о происшествии на сайте столичной нацполиции появилась только утром. Сообщили, что погибший 29-летний иностранец преступники скрылись на автомобиле Volkswagen с польскими номерами. Объявлен план перехват. Никаких подробностей о погибшем, никаких версий преступления. Чуть позже СМИ со ссылкой на свои источники раскрыли некоторые детали. Погибшего якобы звали Шахрух Турсунов, он выходец из Узбекистана, а ныне гражданин Израиля. Проживал в Иерусалиме. Предположительно злоумышленники дожидались свою жертву. И когда мужчина вышел из дома, его расстреляли в упор из пистолета. Ближе к полудню пресс-служба столичная полиция сообщила, что подозреваемого задержали. Был установлен автомобиль, которому было отримано человек. Также при взгляде автомобиля были найдены пятна крови, были найдены пошкоджения от куль, были найдены гильзы. Становляются возможны еще мотивы убийства и другие особи, которые могли иметь отношение к этому событию. Распочаток криминального проведения человеку загроживает до 15 лет подбавления воли. Правда, в полиции так и не прояснили, откуда в машине взялись гильзы и пятна крови, если преступление произошло на улице. К слову, это не первое убийство иностранца в центре столицы. О ходе следствия предыдущих в полиции молчат. Как и о расследовании наиболее резонансных дел. Достаточно вспомнить гибель Павла Шеремета, трагедию в княжичах и расстрел Дениса Вороненкова. Виновные не названы и никто не наказан. Замечу, что вчерашние преступления, как и сегодняшние взрыв на Грушевского, отличаются особой дерзостью. Преступников не испугало, что на улице города вывели до 5000 полицейских. Видимо, они очень сомневаются в их боеготовности. Ответственность за безопасность в Дни торжеств, напомню, была возложена на нацполицию и нацгвардию, которые подчиняются МВД.